Привет, ребят! Мы сейчас пришли в Кота-кафе и запланировали для вас видео снять, что есть таким особо одаренным людям, как мы. Не будем говорить вслух о том, кто мы такие и что мы здесь делаем. Мы пришли к кошечкам. Есть нечего. Субтитры сделал DimaTorzok Которые мы хотели снять, что есть нам в традиционных обычных кафе и вот мы нашли совместить приятное с полезным в Кота-кафе. Но, к сожалению, здесь нам нечего и даже не пропить. Просто, наверное, нужно заменять одни удовольствия другими. И в данном случае здесь это прекрасно получается. Никакого желания просто посидеть и поразговаривать за еду и не возникает. И позырить телек. Просто хочется погладить неких котиков, хорошо посмотреть и замену одного удовольствия другим. Как вариант? Скажи, обычно, если ты с какими-то родственниками или с малознакомыми людьми, если ты приходишь в какое-то общественное заведение, что обычно там можно выбрать? Я всегда смотрю, самое главное для меня спасение, это если там есть фреш. Я могу быть один за другим. То есть я их очень люблю и сытно в то же время получается. Есть люди, которые, в принципе, меня знают, спокойно на это реагируют. Люди, которые меня не особо знают, я по какой-то причине с ними там сижу, обсуждаю, рисую. Нихенди, например. Нихенди, например. Они, ну, я как бы стараюсь не говорить всем. Привет, вы можете брать что хотите, а я по другому. Я так вообще никогда не говорю. Я беру тоже фреш, либо если мы сидим очень долго, они начинают спрашивать, иногда бывает, что я могу сказать, что я вот там не ем. На диете? Нет, просто что я по-другому немножко питаюсь. Ну, так получается, что, например, девушки, которыми я рисую, они обычно либо сами вегетарианки, веганы или кто-то вот к такому относящийся, они понимают. Ну, а так, особо мы на эту тему, я уже мало с кем разговариваю. Иногда бывают особо интересующиеся, я просто сразу говорю, что тема здесь поменялась, у меня все хорошо и как бы еще один фреш, пожалуйста. То есть, при встрече не говоришь, я не такая, как вы. Да-да-да, раньше так, раньше хотелось, эти шутки не зря ходят, что там, этот значок везде, я веган, я веган. То есть, сейчас вообще даже особо, ну, я не думаю об этом. То есть, я прихожу и думаю, если есть фреш, я очень радуюсь, я пью. Фруктовые, салаты, овощные я не люблю. Я бы хотела спросить, а если хочется что-то поесть? Если честно, вот у меня так получается, что я могу терпеть и не есть, ну, до самого дома или до самого какого-нибудь кафе, которое у нас все-таки бывает, где есть что покушать, свежее сырое. Я вот обычно спасаюсь фрешами, иногда, если что-то хочу другое, может быть имбирный напиток, то есть, там вода, имбирь, лимон, и меня это устраивает. То есть, понятно, всяких сиропов и всего этого, меня это устраивает. Иногда я могу травы пить, то есть, бывает, что просто ромашка, просто мята, например, это мои самые любимые, как вариант. То есть, ты как будто бы со всеми остальными пьешь чай, просто десерт не берешь. Можно галить свои плечи, они посмотрят, ой, какой стройная девочка, наверное, на диете, и нормально, что ты не ешь пирожочек какой-нибудь. Если я очень сильно хочу есть, я, скорее всего, просто зайду в магазин и куплю бананы, которые не нужно мыть, во всяком случае. Самый крутой вариант вообще. Да, я их люблю, и, наверное, да, вот это мой самый основной способ. И часто я еще могу носить с собой, когда я больше ела орехов, не хотелось их, я могла носить с собой орехи, потом как-то стали сухофрукты больше появляться. Кстати, еще как вариант можно не только бананы купить, а какую-нибудь ловчонку забежать, где орешки, сухофрукты продаются. Есть какие-нибудь такие сухофрукты. Ну, если честно, я иногда могу поесть там тот же инжир и не мыть его. Я уже не боюсь того, что там будет на нем что-то, потому что, чтобы чем-то заразиться, нужно, чтобы организм был достаточно загрязненный, чтобы бактерии зацепились внутри за что-то. Поэтому я, на самом деле, еще спокойно это ем, и вот уже сколько два года я так могу делать, и никогда ничего не случалось. Тоже как вариант. И вот любят с собой носить что-то. Лучше всего носить с собой воду. Кстати, вот по моему опыту, что можно выбрать в обычном кафе? У вас есть два варианта. Это греческий салат. Только обязательно нужно заказывать, чтобы без феты. И, в принципе, без оливок. Потому что они и не соленые, они и в уксусе. В общем, это не сильно здоровая еда. И второй вариант – это обычный традиционный салат здоровья. Вот это вот капуста, морковка. Но единственное, что, конечно же, там всегда будет соль, там всегда будет уксус. В общем, это тоже такой, мне кажется, такая переходная еда. Да, это если на крайняк, совсем никак. Если честно, вот этот салат здоровья, он… Я хорошо отношусь к капусте, но он такой скучный и нудный, что… Мне сразу так грустно становится, когда я читаю салат здоровья. И я его даже никогда не брала. Но, в принципе, прям если вот сильно хочется… Не в моготу, может быть, начинается какое-то очищение. Да, бывает такое момент, когда тебе плохо, а тебе еще очень там много дел, какая-нибудь встреча. Нужно что-то поесть такое, да. Как вариант, я думаю, что это можно. Ну, то, что Катя упоминала уже, это фруктовый салат. Только обязательно нужно смотреть внимательно, чтобы там не было никаких сахарных сиропов, никаких йогуртов… Мороженое… Никаких вот этих вот коньяк… 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 Тактовый салат, полить коньяком, вон там вот в шоколаде. Да. Ну, нет, мне слабого не предлагают. Просто часто бывает, что они что овощные, что фруктовые, особенно овощные, пожёгшие такие. Сразу видно, что они не пользуются спросом в традиционных местах. Там лежат какие-то забытые уже давно помидоры, огурцы. Тебе это нарезают, без любви дают, и тебе еще грустнее становится после того, как ты это поешь. По поводу энергетики, ну, может быть, для кого-то это что-то из параллельного мира, но оно действительно, вот когда ты идешь в традиционное место, ты чувствуешь, что вот эту вот еду, даже если это будут овощи, даже если это будет фруктовый салат, ее как бы нарезают… Думаю о своих проблемах, точно, как минимум. Да, думаю о своих проблемах, но надеюсь, что не теми же ножами, что и мясо. Вообще-то у них должно быть какое-то разделение. Ну, я думаю, что да, для салатов есть разделение, но это в таких, наверное, в обычных спекалках, ну, как бы гнить, ну, не придорожные кафе, но которые бывают. Но в любом случае, что они находятся, ну, как бы вместе рядом, и все равно эта энергетика влияет? Они находятся рядом, да, я думаю, что есть, во всяком случае на одной кухне, что очень сильно чувствуется даже какие-нибудь веганские блюда, иногда бывает разделение ресторанов, там есть уже сейчас вегетарианское, даже веганское меню или постное, допустим, так, великий пост скоро, а чувствуется то, что это было приготовлено в месте, где еще при этом готовят барашку, зайку, еще кого-нибудь. И я вот, честно, тоже очень так… Один раз был такой опыт у меня, я прям почувствовала разницу, мне понравилось. Ну, кстати, не только в обычных обедениях нужно быть аккуратными, потому что даже вот веганских, скорее, в местах, там, во-первых, практически во все блюда тоже добавляют соль, а потом там, допустим, иногда есть соловый соус… Который, может быть, с ешками? Да, 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 но это вообще очень странный продукт, хотя я в свое время очень любила вот эти вот суши, роллы… Ой, я тоже, да, соевый соус, для меня это было вообще… Я соевый соус любила есть разные группы, просто, и лапшу какую-нибудь, лапшичку с соевым соусом. И обязательно соевый соус. Да, то есть и все, больше мне ничего не нужно было. Макароны… Я называю их по-гейски. Не макароны. Нет, это мой был выбор, такой, макароны, сыр расплавленный и соевый соус. Вот это вот супер еда. Да, да, да. Ну вот сыр я как-то неспокойная, но мне хватало того, что это мучное изделие. Больше мне ничего не нужно было. И вот соевый соус. Либо рис тот же самый, либо гречка. То есть я как-то больше крупы не рассматривала, по факту их существует огромное множество. Да. И еще, кстати, я попалась на соусе в веганском заведении, на соусе из вяленых томатов. Ну, то есть в добавлении вяленых томатов. И я думаю, ой, ну хорошо, вяленые томаты, он действительно очень вкусный. Но потом, когда я пришла домой и посмотрела, как делают вяленые томаты… Как их делают? Ну, однозначно, с термообработкой. Плюс еще их вялят как бы на дыму. То есть вот эта вот вся гарь, они, скажем так, пропитываются этой гарью. Я понимаю. А я думала, если честно, что их просто немного подогревают, не сильно, а вот что-то как бы вялят. То есть чуть-чуть подогревают. Я думаю, что там разные есть способы производства. Да, точно. Но в любом случае… Не подходят. Поэтому… Забудьте про вяленые. Да. Я потом, кстати, их просто отдельно решила купить. И вкус у них вообще совершенно не томатный. Вот действительно какой-то такой, не знаю, как сухарики с дымком. Ну, вот такой вот дымный вкус. И на них очень много масла. Они прям вообще плавают в масле. Так что… Ой, да, это все. Так что не стоит. Поэтому нужно даже в таких заведениях быть очень аккуратными. И действительно у меня, кстати… Я, наверное, сделаю отдельное видео. У меня есть такой боксик, куда можно нарезать там салатика с собой. И я купила себе такую флягу, чтобы туда с собой брать смузи. Да, да, да. А я вот зимой я беру с собой… У меня тоже есть как маленький термосок, как фляжка. Так выглядит, сохраняет тепло. Я беру туда либо травяной теплый чай, либо иногда, вот когда мне хочется, либо с лимоном и имбирем. Вот так. Иногда все вместе – и трава, и лимон, и имбирь. И я могу вот с лимоном сливать. Ну, кстати, ты здесь хотела сказать имбирный напиток, но обычно просто я вообще очень аккуратна к этим напиткам, потому что туда сдачат сахар. А я… Когда добавляют какой-то сироп или еще что-то. У нас уже часто, по моему опыту было, что его дают, там как раз-таки имбирь и лимон плавают. То есть иногда бывает сироп, но сейчас время, год такой, что по идее не должно быть сиропа. А рядом ставят либо мед, ну скорее всего мед, то есть обычно. По идее можно вот просто, то есть он с водой и ты пьешь. Ну вот я на всякий случай уточнию. Меня в первую очередь даже сейчас смущает именно тот факт того, как готовят это блюдо, потому что в традиционных, тем более в ресторанах, люди, которые готовят, они не в курсе о том, что они думают, в процессе, в каком настроении. Даже веганских сейчас еще большой такой, ну в принципе всплеск, открываются новые веганские места, но это часто как-то переходит в веганский фастфуд. Даже есть уже где-то я видела кафе или . сыроедческий фастфуд. Сыроедческий фастфуд. Да, то есть там делают бургеры, сушеные котлетки между ними, что-то выкладывают. Но опять же, когда это делается на поток, очень сложно вот удержать на самом деле вот эту благостость продукта. С одной стороны, это очень здорово, что есть и такой вариант фастфуда. А с другой стороны, как-то для меня вот это вот слово сыроедческий и фастфуд, они вообще как-то в одном предложении. Это как интенсивный курс по твоему духовному просветлению. Хотя я думаю, что так и есть. Интенсивный курс перехода на праноедение тоже есть. В принципе, да. Но да, чем больше остаешься на живом питании, тем сильнее чувствуешь разницу того, как приготовлю пищу. Иногда ты можешь сама понять, что ты готовишь и вдруг у тебя какое-то настроение не очень. Я обычно оставляю все, иду там в другую комнату, успокоюсь что-нибудь. Не то, чтобы я там стою и плачу, нет, просто какое-то настроение. Прихожу в более такие гармоничные эмоции и продолжаю готовить. Муж приходит вечером и говорит, что ему очень нравится. Это работает. Даже если просто нарезать салат. Но главное делать это с любовью, не вымоченной, конечно. Просто в хорошем настроении, в красивом платье. У кого что поднимает настроение. И действительно и вам будет приятно, и вашим близким будет приятно. Это самый лучший вариант, если вы действительно хотите, на мой взгляд, если вы действительно хотите получить пищу, которая даст вам энергию, которая даст вашему телу все необходимое. Если вам вдруг нужно вот действительно перекусить по каким-либо причинам, то есть или эмоциональный голый, кстати, может быть, и вы на живом питании, то действительно салат здоровья или что-нибудь очень может подойти. Ну а фреши, если честно, я вот… По-моему, фреши – это один из самых таких оптимальных вариантов. Самый оптимальный, да. И он у своему быстро. Потому что на него как бы особо они не влияют, да, вот сотрудники там, потому что его быстро делают. Быстро, не успевают все. Но тоже есть разница. Ну, есть разница, но все-таки меньшее воздействие оказывает. Да, да. И вода во фруктах, она уже структурированная. Да, да, да. Вот и… И хорошо усваивается, да. Плюс и для организма много пользы, он ничего не переваривает, он очень быстро это все усваивает. Энергия идет, если нужно взбодриться питанием. Ну, там все вместе можно смешать фруктово-овощной, например, сделать. Вот, кто это допускает. И хороший эффект. Я стараюсь часто брать фреши, ну, если вдруг я где-то на целый день уезжаю. Потому что я, в принципе, люблю их много в течение дня пить. Дома не всегда получается. Ой, здравствуй. Как ты? Привет. О, ты замурчал. Ты замурчательный кот. Ты какой-то хороший. Все бы хорошо. Не закончили. Елка. Привет. 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 Здравствуй, Юля. Я смотрю твой канал. Уже давно. Можно к тебе домой? Вот это да. Смотрим. А ну само ко мне пришло. Это тот, который вот тут вот на подушке шипел. Да. Да, да, да. Мистер Кот, вам нравится? Мне приятно, что она сама пришла. Да, конечно, конечно. Возьми. Я не знаю.